Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. Сегодня мы читаем Евангелие от Матфея, 1 глава, 1 стих. Здесь сказано «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Аврамова». Возникает вопрос, возникает некая сложность. Если сказано, что это родословие Иисуса Христа, сына Давидова, зачем добавлять сына Аврамова? Разве Давид не был потомком Аврама? Попробуем ответить на этот вопрос. Прежде всего, надо обратить внимание на то, что, когда говорится, что Христос сын Давида, что он сын Аврама, мы сразу вспоминаем сыновей Давида и сыновей Аврама, чтобы вычленить из них того, который наиболее своим существованием, какими-то моментами собственной жизни преобразовал Христа. Логика древних христианских экзегетов, если сказано «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова», какой сын Давида имеется в виду, который как бы преобразует собою Христа? Сына Аврамова. Какой сын Аврама имеется в виду, который преобразует собою Иисуса Христа? Иначе мы имеем дело с некой тавтологией. Сказано, что он потомок Давида. Зачем добавлять, что он и потомок Аврама? Разве Давид не является потомком Аврама? Если говорить о сыновьях Давида, то из них самый значимый, а у Давида было немало сыновей, это Соломон, Шломо. Имя это означает «мирный». Помните, Господь сказал Давиду, «Ты не построишь храм, посвященный имени моему, потому что ты вел много войн и много пролил крови». А вот сын твой, Шломо, Соломон, то есть «мирный», буквально так переводится это имя, он построит храм. Соломон действительно построил храм, и этим он преобразовывает собою Христа. А разве Христос был храмостроителем? 16 глава от Матфея, на пути в Кесарию Филипповой, Христос говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Христос создает церковь, которая является одушевленным храмом. Как наши предки говорили, что Господь не в бревнах, а в ребрах. Христианская религия с самого начала своего существования, она не была религией храмовой, 400-500 лет христиане не имели никаких храмов. А некоторые христианские общины не имели их и до IX века. Итак, Соломон преобразовывает собою Христа. Понятно, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, имеется в виду Фламо Соломон. Сына Авраамова, какой сын Авраама имеется в виду? Кстати, у Авраама было немало детей. У него был сын от Агарь, Измаил, Ишмаэль по-еврейски. У него был сын от Сары, Исаак, Ицхак. И целая куча детей от Хитуры, на которой он женился после смерти Сары, имена которых перечисляются в книге «Бытие». Какой же сын имеется в виду прежде всего? Прежде всего имеется в виду сын обетования. Аврааму было сказано, что в Исааке тебе наречется семя. И самый важный момент в жизни Исаака – это путы Исаака, когда Авраам связал его и положил на жертвенник. Более понятное определение этого события – жертва приношения Исаака. И когда Авраам уже занес каменный жертвенный нож, чтобы обрушить на Исаака, Господь через ангела остановил это действие и сказал «Яхве-ире». Что значит «Яхве-ире» и «Ягова-ире»? Это означает «Господь усмотрит для себя Агнца». И Господь усмотрел для себя Агнца – это Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И когда Иоанн Креститель увидел на Иордане Сына Божия, он, похоже, вспомнил это пророчество Яхве-иры и, указывая рукою на Христа, воскликнул – вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Итак, Евангелие от Матфея начинается словами родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Здесь нет никакой тавтологии. Здесь раскрывается предыстория явления Христа в образах и прообразах. И мы видим и Соломона, который строит храм, и Исаака, который возложен на жертвенник. И оба, сын Давидов и сын Авраамов, преобразовывали собою Христа Спасителя. В его служении домостроительство Царствия Божия, яко на небесе и на земле, и в его служении жертвы. Ибо он есть тот, кто приносит жертву, тот, кто принимает ее, и тот, кто сам является этой жертвой. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. Спаси Христос!